МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярадо, компания Гомель, в студии працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Тактика и стратегия. Сегодня у Гомеля отбился семинар по пытаниях реализации программы уставливого развития. А расправить плечи. Гомельские урочи начали делать уникальные операции на грудной клетке. Новый этап развития, планы и перспективы. На питание болельщиков отказали гендиректор и главный тренер хоккейного клуба Гомель. А сейчас об этом иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля отбился семинар по пытаниях реализации программы уставливого развития. В Беларуси эта глобальная инициатива реализуется с 2015 года. Удельники семинара проанализовали сделанное и удокладнили задачи, которые являются приоритетными на мясовом узровне. С выказанными думками ознайомились наши корреспонденты. По великим рахункам этого устойливого развития, эта стратегия реализации, якой, дозволит сформировать умовы для развития трех складающих экономики, экологии и социальной сферы, как выник человеческого потенциала. Причем часто досягнение этих задач потребует коллективных действий на международном узровне. Беларусь эксперты Организации Объединенных Наций наведали в 2017 году. Выникам этого визита стала распроцовка так званой дорожной карты, приоритетных накерунков развития краины, начиная от ориентации на зеленую экономику и информационные технологии до гендерной ровности в громадстве. Есть с этим проблемы, потому что у нас очень мало женщин, которые работают в системе, например, IT-технологий, технических специальностей. Там, где очень хорошая заработная плата, если проанализировать те специальности, по которым работают женщины, это в основном, их очень много, если взять, например, государственные органы, у нас женщины работают на каких должностях? В основном рабочие лошадки, средний уровень, руководящие позиции женщины очень редко занимают. Одночасово с реализацией задач, агульных для всех краин, у центра уваги питания, характерные для конкретных территорий. Это позволяет не только выявить мясовые риски, но и минимизировать их в условиях обмеженных финансовых сроков. Особливая увага экономическому развитию. Причем каждый регион вызначает приоритеты, заходящие из мясовых особенностей. Что тыжится Гомельской области, тут мощный промысловый потенциал. Его эффективное развитие позволит повеличить доходы насильства и забеспечить социальные гарантии для наибольшь необороненных групп. Индустриальный комплекс не может существовать без внешнеэкономических связей и торговли. Не может существовать без своего дальнейшего развития, модернизации. Также хочу отметить немываложную роль, скажем так, в развитии малого предпринимательства. В процессе реализации мета устойливого развития задействованы представители органов улада мясового самокирования, науки, бизнеса, приватного сектора, молодежи. Широкий отдел насильства в обмерзании мясовых проблем в уголе – одна из главных умов для реализации запланованного. Такий подход позволяет отмываться от принципа «ахопить неохопное» и сконцентроваться на ключевых проблемах каждого региона. В этом контексте великое значение мое партнерство громадских объединений с государственными структурами. Непосредственно в Гомельской области для этого есть все умовы. В Гомельской области такой областной координационный совет по делам инвалидов, который дает возможность именно самые короткие сроки обсуждать и напрямую обсуждать со всеми заинтересованными государственными структурами те проблемы, которые стоят на сегодняшний день перед такой категорией наших граждан. Вишенгти – телефоны подман. В Беларуси зарегистрованы уже сотни охвяр нового вида махлярства. Злоумысники телефонуют, предоставляются работниками службы безопасности банка и по разных подставах высветляют конфиденциальные дадзины уладальника банковской картки. В пора унании с аналогичным передом минулого года у Гомельской области колькость потерпелых от телефонного махлярства возросла у троя. Злоумысники спосылаются на то, что с рахунку небыто зроблены несанкционованный грошовый пировод, обона человека помылково оформлены кредиты и просят поведомить номер картки, пин и охуный код. После отримания дадзины, с рахунку охвяры сдымаются реальные гроши. В случае поступления подобных звонков следует немедленно завершить разговор, обратиться в контакт-центр банка, выпустившего карточку, по номеру с официального сайта банка или указанному на самой карточке, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка. Хочу обратить особое внимание, что для защиты денежных средств клиентов у банка есть вся необходимая информация. Банк не должен спрашивать у держателя карточки ни реквизиты карточки, ни паспортные данные. Поэтому никогда никому не сообщайте, в том числе посредством мобильной связи, информацию, размещенную на обеих сторонах вашей банковской платежной карточки, номер, дату, код. Никому не сообщайте коды, которые банк направляет вам в виде СМС. Коды на отдельной карте, выданной в банке, логин и пароль, иные цифровые и буквенные коды. Будьте уважливыми, такая форма махлярства далеко неодинная. У злоумысников есть еще несколько схем легкого заробку. Сярутых – узлом сторонки в социальных сетках и установка специального программного забеспечения на смартфон, по кулях вера думая, что допомог человеку дал потелефоновать. Пильным важно заставаться во всех сферах. Раем так само погутрыть на эту тему со своими детьми и пожилыми родными. На сустраж по уновартосному житю. У Гомеля пошли робить операции на грудной клетце, який до этого проводили только в Гродне. Уникальные малоинвазивные вмешательства зараз выполняют в областной клинической детишей больнице на Жарковске. Первые шторых операций сдействованы с уделом грозенских медиков, наступные – хирургами Гомельской медустановы. Как отшивают себя юные пациенты, доведалась Марина Джалая. Его род 14. Юнак народился с деформацией грудной клетки. Она была лейкоподобной. С тягом часу появились комплексы. Отшивал себя не таким, как все. Нават соромился заставаться без футболки, как визуально крыху схавать не дохоп, а про него одразу две майки. А кроме эстетичного дефекта, начались проблемы со здоровьем. За анатомично неправильного размешения костей грудной клетки стискались внутренние органы. В опошний час отшувальными стали отхиления в работе сердца. Яно нават зместилось в бок. Мать Ягора Алла разом с сыном объехала, бодай, что усих артопеда у Гомеля побывали и в Минску. Пытание об оперативном вмешательстве повставало усе частей. У Гомеля таких операций не робили. Только у Гродно. А больше травматичные – у Минску. Мы пришли к Александру Васильевичу. Нам Александр Васильевич все рассказал. Как будет проходить операция, все. Мы не колебались, согласились. Про Минск мы даже и думать перестали. И вот прошла операция. Все хорошо, все успешно. Идем в поправку. С шести годов Ягор займается в футбольной секции. Сгулял шмат переможных матчев. С нетерпливостью, чекая момент, только ли снова вернется до любимого занятка. Урачи кажут, что это отбудется прикладно просто два месяца. Как ты себя с ног сегодня чувствуешь? Сегодня хорошо. Спустя пять дней уже лучше себя чувствую. А вот скажи, страшно тебе было соглашаться на операцию? Нет, совсем не страшно было. То есть ты больше хотел, чтобы у тебя было все хорошо, чем страх перед операцией? Да, я хотел, чтобы у меня было все хорошо. И играть в футбол, конечно. Кожная операция продолжилась к рыху больше за годину. Усе юные пациенты отшивают себя добро. Час находжения в больнице – до двух тыднев. Зараз у Хомельской области проживает еще около 40 детей с аналогичными деформациями. Оптимальный взросл для проведения вмешательства – 10-14 годов. Так, лучше сучастному обстановлению, процесс операции визуализированный. Это забеспечивает абсолютный контроль за ее ходом. Мы под контролем зрения имеем возможность видеть и наблюдать, как исправляется данная деформация нашими руками. То есть если какая-то минимальная ошибка, то вы видите сразу? Конечно, мы сразу видим эту ошибку. Мы видим, как проходит металлоконструкция в самой грудной клетке. Мы видим бьющееся сердце, мы видим дышащие легкие. И это действительно очень интересно и позволяет избежать вот этих ошибок, которые раньше без контроля вот этого торкоскопического обзора были очень частными. В грудной клетке Ягоры и аж трех прооперированных подлетков поставили вот такие пластины с титанового сплава. Их до ужиня от 20 до 36 сантиметров. Прос 2-3 годы их выдалять из организма. Весь этот час для детей не будет истиновать никаких обмежеваний по физической нагрузке. И они могут займаться спортом, музыкой и в уголе вести звычайный лад життя. Но уже без комплексов и в здоровом теле. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадо и компания «Гомель». Сегодня Международный день инвалидов. Его уголовная мета, оборона правов во всех сферах громадского життя, так само притягнение уваги до проблем людей с обмежеванными махшимостями. Кожный сёмый дорослый же Харпланеты мают ту и цю иншую форму инвалидности. Рабить их життё больше комфортным, задавшись с усветного масштабу. Например, в Гомельской области проживают больше, чем 92 тысячи инвалидов. С их 4 тысячи мают проблемы с опорно-рухальным аппаратом. 3 тысячи со зроком, а маль-полторы со слыхом. Сё лето свыше 12 тысяч инвалидов отрималося забеспешить сродками социальной реабилитации, колясками, специальными палками для ходьбы, матрасами, мобильными телефонами с функцией синхронизации мауленья. С початку года безбарьерной инфраструктурой забеспешены коля 70 объектов социальной сферы, администрационных будинков, шмат поверховок, магазинов. Послугами социального такси скоростались больше, чем 4,5 тысячи разов. Сегодня в Гомеле прошел арт-фестиваль «Спяваем с оркестром», просвещенный Международному дню инвалидов. Проект объединял музыкантов и солистов эстрадно-симфоничного оркестра имя Василевского и людей, которые имеют проблемы со зроком. Выйти на сцену под живый аккомпанемент оркестра, чем не подарунок до такого значного дня. В концертной программе выступления представников белорусского товариства инвалидов по зроку шарговались с номерами артистов областной филармонии. Профессионалы так само допомогали выканавцам-аматорам на бэк-вокале. Программа готовилась недолго. Материал в оркестре уже был, он большой и обширный. Мы солисты выбрали из материала оркестра то, что им подходит по диапазону, то, что им подходит по ощущениям, те песни, которые они посчитали, у них получится исполнить на сцене. И в принципе никто из солистов не ошибся. Они попали очень точно в материал, как говорят у нас профессионалы. Арт-фестиваль проходил под слоганом «Бачу сердцем, отшивая душой». Его организаторы выказали со сцены надеянно протяг проекта, бои он раскрывает перед людьми с обмежеванными макшимостями новые горизонты и тому просто обовязаны стать традиционным. Я считаю, что праздник должен быть на высоком уровне. Хотелось бы всем пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и тепла в их домах. Сегодня у Гомеле стартовал региональный этап национального конкурса профессионного майстерства WorldSkills Беларусь-2020. С поборницей проходят на базе колледжи кулинарии. В делу конкурса и простовники установы принимаются не первый год и при этом поспехово. Не одно еще вертались с узнагородами. В региональном этапе с поборницей шатыры наученцы колледжа. На протягу ты дня будет вызначен один переможец, который отправится на финальный этап. В рамках международного сопротивления приехали наученцы Брандского техникума, харчевания и гандлю. Они так само удельничают, але паза конкурсной программой. Вынники будут подведены в пятницу, а по куль каждый день эксперты проверяют прационные места и санитарные умовы, проводят слепые дегустации. Для всех конкурсантов – одинные умовы. Это тыжится обсталявание и выделено год часу на приготовление ежи. Каждый модуль состоит из нескольких блюд разноплановых. Там есть такое понятие, как черный ящик, где обязательные ингредиенты присутствуют, а остальное им неизвестно, что будет в этом черном ящике. Это все с международными стандартами движения WorldSkills по кулинарному искусству. На протяжении уже многих лет международного сотрудничества по обмену опытом, то гомельские гости приезжают. Вот в данный момент мы приехали. Дети у нас проходят производственную практику, преподаватели стажировку, и вот в рамках WorldSkills Беларусь мы будем участвовать. Как допомогти у дельникам рыхтоваться, запрошены ведущие шеф-повары гомельских ресторанов. И они проводят майстер-классы и знакомят молодь с новыми тенденциями кулинарного мастерства. И до новинного спортивного жития региона. В хоккейном клубе «Гомель» изменился керавник. Им стал Алексей Скурковский, который ранее был директором Жлобинского центра Олимпийского резерва по хоккей и плаванию. С этой нагоды в Гомельском лядовом палаце прошла встреча с болельщиками. Вероника Гамзюкова с подробностями. На пытание болельщиков отказывали некольких гульцов и головный тренер хоккейного клуба «Гомель» Сергей Стась. Але большесть пытаний задавали минавито новому керавнику Алексею Скурковскому. Какие смены отбудутся у клуба, и клеща кае школы воротаров, и клеща появится клубный автобус, який зараз арендують. Скурковский распавел, что на контранспорту есть домовленный со спонсорами, и автобус перойден на баланс ХК «Гомель» у початку 2020 года. Расломачу гендиректор и плануемые измены у структуры клуба. В ближайшие пару месяцев будет происходить создание нового хоккейного клуба как государственного учреждения, и планомерное будет слияние двух-трех юридических лиц в одно. То есть это государственное учреждение с дюшор номер один, Ледовый дворец, ксуб хоккейный клуб «Гомель», и также клуб по хоккейной траве. Прагучало питание и на конту гульцов, которые покинули клуб перед початком этого сезона. Головный тренер Сергей Стась распавел, что вертации они не сбираются. Зараз в составе молодь, которая набирается в опыту. Команда робит певные помылки, а мальчик на каждом матче, но прогресс видовочный. Молодые ребята, которых мы пригласили, начиная с прошлого апреля, заметно-заметно они прибавили. Вы знаете, ошибки постоянно, они есть, были и будут. В одной игре у нас проблемы зоны обороны, в другой игре у нас возврат, в третьей у нас, я бы сказал, зона атаки, средняя зона. Поэтому стараемся, стараемся работать над всеми компонентами. Ну, улучшилась, я бы сказал, наверное, зона обороны. Цекавить болельщиков так само тренерский состав у Зюшар номер один. Алексей Скурковский пообицао, что возьми пытание под свой контроль. Кировництво проанализует ситуацию и примет широк решений, как вернуть гомельскую хоккейную школу на ранейшую узровень. Звертались болельщики и до самого опытного гульца, нападающего Сергея Тополя. Дома мы играем, так сказать, с удвоенной силой. Для своих болельщиков приходят родные, близкие, то есть руководство клуба всегда очень приятно дома играть. Но все равно хотелось бы, чтобы стадион был более полный и побольше народу ходило. Ну, чувствуется поддержка в домашних матчах, это очень приятно. Я желаю болельщикам только верить в свою команду, в своих ребят, приходить и искренне болеть. И при победах, и при неудачах, всегда поддерживать команду, это отличает настоящего болельщика от псевдоболельщика. Пытались люди и про то, и будут далее проходить турниры памяти вядомых хоккеистов. Скурковский заповню, такие споборности – неодъемная частка деянности клуба. Так само новый керавник планует запрошать клубы на сборы у Лядовый палац. А последнее питание – это организация фан-зоны, в которой будут спрацовать разные активности для болельщиков. Сейчас эта идея пропрацовывается. Как подкреслил Скурковский головная мета – на каждом матче створить свято. Как на лёде, так и на трибунах. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». До трёх лет лишения свободы может грозить хулиганам, которые в Гомеле порезали мембрану футбольного манежа стадиона «Луч». Неизвестные вырезали фрагмент материи размером 20 на 25 сантиметров. Сейчас поисками подозреваемых занимается милиция. В следственном комитете возбудили уголовное дело. Напомним, белый надувной купол появился над стадионом «Луч» 19 ноября. Манеж планировали открыть в конце декабря. В Светлогорске две мамы попытались обокрасть магазин, спрятав товары в коляске. Инцидент произошёл ещё 29 ноября. Две женщины пришли в супермаркеты с детьми, а выйти попытались, изрядно подгрузив коляске подгузниками, бельём, посудой и продуктами питания. Но на кассе к необычным покупательницам подошла охрана. Товар пришлось вернуть и проследовать в отдел. Против горя мамаш возбудили уголовное дело. Одна из женщин была судима за хулиганство. В Калинковичах сын убил свою мать из-за 500 долларов. Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу об убийстве 72-летней женщины из райцентра. Она работала преподавателем в медицинском колледже, а её сын собирался уехать в Россию на заработки и дал ей перед этим на хранение 500 долларов. За несколько дней до трагедии мужчина приехал в Калинковичи из Брестской области, чтобы накануне трудового турне повидать свою мать. Но в итоге два дня распивал спиртное в компании друзей, а в один из вечеров понюхал клея и вернулся к матери, чтобы забрать свои деньги и потратить их на выпивку. Женщина была против, и между ними началась ссора. Закончилась она тем, что сын нанёс своей матери удар ножом. Пострадавшая скончалась от острой кровопотери. Установлено, что мужчина мог в полной мере осознавать значение своих действий в тот момент. Ему предъявлено обвинение. Дело передано прокурору для направления в суд. Из общего количества ДТП с участием пешеходов половина произошла на пешеходных переходах. Таковы официальные данные статистики за 11 месяцев 2019 года в Гомельской области. 75 наездов совершили автомобилисты в местах, предназначенных для перехода улиц и обозначенных специальными знаками и разметкой. Очередное ДТП произошло накануне в Речице. Водитель автомобиля «Мазда» не уступил дорогу 55-летней женщине, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд был совершен на улице Чапаева в 7.20 утра. В результате пешехода доставили в больницу. В ГАИ предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах. В связи с осадками в виде снега, которые ожидаются в регионе в предстоящие сутки, от водителей потребуется дополнительная осторожность и внимание. Талый снег может уменьшить коэффициент сцепления резины с дорожным покрытием. Поэтому инспекторы советуют выбирать безопасную скорость движения и держать дистанцию. Ну и, конечно же, не забывать о необходимости использования зимних шин. Если на транспортном средстве не установлены зимние шины, то штраф составит до 0,5 базовой величины, либо предупреждение. Если же остаточная высота рисунка протектора шин составляет менее 4 мм, штраф возрастает до 1 базовой величины. Если же это нарушение будет у водителя повторно в течение года, штраф составит от 1 до 3 базовых величин. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Команда Белгута заняла второе место по итогам Республиканской универсиады по настольному теннису. Соревнования проходили в Гомеле. Студенты этого гомельского вуза выиграли серебро в командных состязаниях женщин. В личных завоеваны 4 награды – 3 серебра и бронза. Вторыми студенты Белгута стали в одиночных состязаниях среди женщин и мужчины в мужском парном разряде. Бронзу добыли девушки в паре. Также в числе призеров и студентка Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины Светлана Колосова. Она стала третьей в одиночном разряде. Общий зачет универсиады возглавила команда Белгосуниверситета. На втором месте студенты Белгута. На третьем – БНТУ. Гомельчане выиграли республиканскую спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по спортивной акробатике. Соревнования проходили в Барановичах. В составе сборной Гомельской с Дюшор номер 4 на спартакиаду отправились 13 человек. Золотую награду завоевал мужской квартет в составе Савелия Осипова, Алексея Минкова, Игоря Колбасова и Матвея Пранкевича. Победители недавнего первенства Европы Илья Фоменков и Виктория Охотникова подтвердили статус сильнейших выиграв состязания смешанных пар. В женских групповых упражнениях бронзовые награды завоевали гомельчанки Арина Пономаренко, Ксения Конючка и Ксения Литвинова. Команда с Дюшор номер 4 выиграла общий зачет спартакиады. Всего же за награды боролись 11 команд. В Бресте прошел международный турнир по легкой атлетике. В памяти героя Советского Союза Дмитрия Карбышева состязались юноши и девушки в двух возрастных категориях 15-16 и 13-14 лет. Лучшим метателем соревнований признали представителя нашего региона Евгения Бриги. У него золото в метании диска и серебро в толкании ядра. Лучшим в прыжках в шестом стал Александр Марфушкин. В метании копья в младшей возрастной категории у девушек победила Дарья Себик. У юношей Константин Любаев. В толкании ядра золото взял Артур Артеменко. В метании диска спортсмен показал второй результат. Кроме того, в активе легкоатлетов из Гомельской области шесть серебряных и четыре бронзовых награды. Гомельчане в числе лучших бомбардиров чемпионата Беларуси по гандболу возглавляет список галеодоров, разыгрывающий Гомеля Сергей Орловский и 77 мячей в 13 матчах. Тройку лучших замыкает правый угловой Дмитрий Смоликов. На его счету 73 взятия ворот соперника в 13 поединках. В числе главных бомбардиров женского чемпионата гомельчанок, увы, нет. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...